Сразу две муравленковские общественные организации, Городской совет ветеранов и Дорога добра стали победителями конкурса на предоставление грантов президента. Оксана Машкарёва всегда была неравнодушна к проблемам бездомных животных. Уже более пяти лет она является зооволонтёром, а год назад создала собственную некоммерческую организацию Дорога добра. Оксана уверена, чтобы помочь животным, нужно начать работать со знанием людей, которые не всегда ответственно относятся к питомцам. Именно эта идея стала красной нитью проекта «У дружбы нетродословной», который одержал победу в конкурсе президентских грантов. Реализация проекта привлечёт внимание жителей города к проблеме безнадзорных животных и способам их гуманного решения. Для реализации данного проекта мы будем создавать условия для наших уже социализированных животных, адаптированных животных. Это будет закупка вольеров и установка для собак и выгулочные зоны для котеек, где каждый желающий, который будет посещать уроки доброты, непосредственно мог повзаимодействовать с животным. И если он не готов пока к ответственному шагу взять животное домой, он может приехать в приют, выбрать животного, курировать его в течение какого-то определенного времени. Ещё одним победителем конкурса президентских грантов стала общественная организация «Муравленковский совет ветеранов» с продолжением проекта «Серебряный локон». Клуб старшего поколения реализует программу занятий для пенсионеров в спортивных секциях и кружках уже второй год. Танцы, хоровое пение, настольный теннис, дартс, пилаты с лечебной физкультурой с элементами дыхательной гимнастики, занятия на тренажёрах и скандинавская ходьба. Всего и не перечесть. У нас сформирована команда городская, к которой привлечены и работники спорткомитета, и нашей городской больницы, и другие активные люди, которые будут реализовывать этот проект. Всего на конкурс президентских грантов было подано более 11 тысяч проектов от 9,5 тысяч некоммерческих организаций из всех регионов страны. Наивысшие баллы по результатам независимой экспертизы получили 1889 инициаторов. Общая сумма поддержки составила 3,8 млрд рублей.